Беларусь 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 Привет, мои маленькие разумняты! Сегодня компания «Будь мы беларусами» запрошает вас в заключное подорожье по родной краине. Нас ждут новости из Могилевской области. Беларусь Это самый уходный и регион Беларуси. Колисти вельми давно, тут господару ледовик, что пришел со Скандинавией. После себя он покинул на нашей земле каменеволуны, пагорки и озеры. Целая низка таких озер есть и на Могилевщине. Внутри их самое великое озеро края Святое. Паданя рассказывает, что в давние часы не было тут никакого озера, а стояла поселеща с невеличкой церквой. И одной чы усё гэта сошло под землю, а на месце поселеща утварылася в озеро с чистой спокойной водой. Але мясцовые жахары стверджают, что в летку, калі усё стихая от спеки, можно нават пачуть званы той церквы. Незвычайным скарбом Могилевщины Незвычайным скарбом Могилевщины з'являются девосные крыницы. Самая вядомая з них – синий колодзиш, ть – блакитная крыница. Гэта самая вяликая крыница в нашей краине. Уявляя я на сабой невеличкое озерцо с темно-блакитной водой, якая заужды одной температуры, незалежна от надворья. С оправдным цудом можно лечить тое, что вода у синим колодзиши засталася чистой и гаючей, нават пасля выбуху над Чарнобыльской атомной станцией. Иншим водным богатцем Могилевского краю з'являются реки. Буйные – Дняпро, Сож, Березина и безліч маленьких рачулок. Река Дняпро – одна з самых вяликих в Европе, я ее огольная должиня – больше за две тысячи километров. Раней гэта был галовный англёвый шлях, зварах у Греки. Галовный город в області Могилев раскинулся на обо двух берагах Дняпра, яго часто так и называют город на Дняпры. Полюбоваться городом можно заглядной пляцовки ратуши. Будинок Могилевской ратуши неодноразово был уничтожен, але яго одновили в 2008 году по стародавних чертяжах. При этом додалей и сучасных цикавосток специальный годинник и механичного трубача. он три разы на день з'является на гаупцы ратуши и трубить у свою фанфару. А еще на Могилевщине есть дикые мясцыны, где на десятки километров ты не побачишь людей и ничего сделанного руками человека. Называются гэтые дикые мясцыны островы Дулебы. Гэта уникальные болотные обшары, серод яких есть соправдные лесные островы. А кроме природных скарбов Могилевский край может похвалиться и неполторными помняками истории. Одна из таких славутостей – Быховский замок. Побудованный больше за 400 лет тому, он з'является одним замком-крепостью, что захавался до наших дней, хотя и не целиком. Належил замок спочатку Яну Каролю Хаткевичу, а после перейшел до Льва Сапеги. Гэта мой замок. Был твой, стал мой. Своими старожитностями знакомитый и город Мстислав. Первые узгадки про его есть уже в 12-м стагодзе. Зараз про тое, как жили наши продки в те давние часы, может расповести замковая гора – место, где находился центр старожитного города. Сегодня там открытый археологичный музей, где можно побачить рештки былых умоцованьев, домов и навык в улицах. А на центральной площади Мстислава стоит помник одному из наших першедрукоров – колезе Франциска с Кариной, Пятру Мстиславцу. Я тут вот книгу надруковал. Дать почитать? Не, у меня своя есть. Дякую. Еще один интересный город Могилевской области – Шклоу. За часы своего исчезнования он три разы менял… Что б вы думали? Свое местознаходжение. Шклоуская ратуша так само отметная, и она навык включена у спис помников сусветной архитектуры. А еще тут есть совсем незвычайный помник, присвеченный Огурку. Мясовые жихары часто называют свой город Огурковой столицей Беларуси и навык святкуют День Огурка. А вот Славгород знакомит и тем, что тут вырабляют смачные сыры по старожитных рецептах. Рецепты гэты уратавали мясцовые госпадыни, распытавши у своих бабуль и матуль, как они готовили сыр, когда не было еще молочных заводов. Славгородский сыр! Так само визитокой Могилевского края з'являются Дрыбинские шаповалы. Их вырабы, пригожие до теплые валенки и капелюши, ведают и ценят не только в Беларуси. А еще и знавала Могилевская школа гравюры конца 17-го, первой половы 18-го стагодия. Одним из самых ярких представников, которой были батька и сын Максим и Василь Вашченко. А кроме талиновитых рамесников, Могилевщина подарила нам десятки письменников, ученых, мастаков, архитекторов, историков. И про их, да и иншие цикавостки Могилевского края, вы сможете доведаться на нашем сайте бузьма.org. Яблыки, груши, чарешня, айва, гурки, цыбуля, бурак, бульба, гарбуз. А есть же еще ягоды, орехи и иншие смокотти. Усего за один раз и не пероличишь. Вот и закончилась наша опошняя вандровка по родным краям, мои дорогие разумняты. Крыхусумно, но мы не развитываемся надолго. Пишите в комментариях, подороже, какую область вам наиболее сподобалась, про что бы еще вы хотели доведаться. А я с вами развитываюсь. Будь мы разумными, будь мы кемлевыми, будь мы белорусами. До новых встреч, до новых открытий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова